Ну что ж, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-канал. Сейчас время бизнес-класса 16.05 в Москве. Как всегда в это время мы встречаемся с успешными российскими бизнесменами. И просим их настоятельно, просим рассказать, как стать успешным. Вот, собственно, один из гостей, одна, точнее, из гостей, один из этих бизнесменов, сегодня у меня в студии, значит, в студии бизнес-класса Мария Исленкова, генеральный директор компании Ася Мальбернштейн. Добрый день, Мария. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – бизнес на сумках. Ну, такой женский достаточно, да, у нас сегодня эфир, бизнес на сумках. Причем я знаю, что не только сумками вы занимаетесь, да, начали с сумок, а потом, собственно, ассортимент продолжили, да, расширялся, расширялся, расширялся. Это все очень интересно, но, как всегда, идея другая. Ну, точнее, идея несколько более широкая. Мы говорим о том, всегда, да, пытаем наших гостей, как стать успешным-то, да, вот что нужно сделать. Не важно, чем я занимаюсь, в конечном итоге, да, надо с чего-то начать, нужен какой-то посыл, наверное, нужна мотивация. Ну, и дальше вперед-вперед из песней. Вот эту песню, Маша, мы сегодня попробуем вспеть. Ну, давайте. Хорошо. Итак, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. Для этого есть два способа. Как минимум, телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495, и сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте вопросы, спрашивайте у Маши, делитесь собственными мнениями на этот счет. В общем, все, все вроде да. Все, я успел, все приготовили. Теперь давайте начнем. Маша, расскажите сами, прежде всего, как вы этим, да, откуда идея взялась, как вы этим занялись, эти бизнесы. Смотрите, вообще, конечно, поравильно было бы, если бы мы присутствовали здесь вместе с Асей вдвоем. Наверное, да, я почитал вот это некое превью. Да, я сейчас без нее, но, тем не менее, Ася... Она не смогла приехать. Да, она просто не смогла приехать, но я думаю, что я все равно смогу осветить ее точку зрения, надеюсь, что это получится. Причем, более того, Маша, я добавлю, я надеюсь, что Ася нас слышит или как минимум потом она сможет послушать. Ну, я ей покажу обязательно. Ну, зависит, как пройдет, конечно. Мало ли что. Ну, я думаю, все будет хорошо. С Асей мы познакомились примерно три с половиной года назад через общих друзей по деловому вопросу. Они нас свели. Ася уже в тот момент была дизайнером, у нее уже была вот данная марка. То есть этот бизнес уже существовал? Он существовал, но совершенно в другом масштабе, в другом объеме, и даже если сравнивать, ну, какие-то вещи, сделанные три года назад, можно найти, конечно, общие черты в плане дизайна в основном, но даже те вот такие вещи, ну, старые, как-то не поворачивается их язык назвать, но первичные вещи, они, может, существуют и сейчас на нашем сайте продаются. Но технически, конечно, преобразования были сделаны очень большие. То есть метаморфозы происходили, происходят до сих пор. То есть вы сейчас смотрите на эти вещи три года назад, которые были сделаны, и так подхихикиваете, да? Нет, наоборот, я на них смотрю и думаю, какие же вы хорошие. С чего вы начинаете? Да, 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 потому что, честно, до сих пор к нам приходят люди, ну, с рюкзаками или сумками, купленными вот еще тогда, вот, и эти вещи на них, это очень, конечно, приятно. Это вот, наверное, такая одна из самых главных хвал, ну, вот для нас лично, когда мы видим вещь на человеке и понимаем, что это вообще из всех самых времен, вот, и человека она радует. Здорово, здорово. Ася начала это, это ремесло, это дело в 2008 году. Нужно сказать, что до этого она была архитектором, у нее была своя студия, но кризис в 2008 повлиял на всех... В той или иной степени, да. В той или иной степени, да, в общем, ну, особой беды не случилось, потому что из этого все вот выросла наша марка, и она обратилась в эту сторону, стала заниматься дизайном. То есть у вас классический кризис такой, да, обновление, обновление. Ее талант в плане архитектуры, он, как бы, перешел в другое русло, и она его в другую плоскость стала реализовывать. Когда мы с ней познакомились, как я уже сказала, все это было совершенно в другом масштабе, практически не было персонала какого-то нанятого, и все производилось, ну, чуть ли не дома. Ну, вот так вот. Штучно, штучно. Штучно, да, все было совсем штучно. Мы до сих пор подчеркиваем, что наш товар и сейчас штучный, потому что у нас в плане производства нет какого-то жуткого там разделения труда, когда там один цех делает правый карман, а другой цех там отстрачивает лямки. Ну, это круто, представьте, цехов нужно сколько, да? Ну, это просто не наша история, да. Правый, левый карман, что там еще, планочка, плечика. Очень, да, много всего. Ну, это просто действительно не наша история. Вот мы горды тем, что, в принципе, весь цикл сборки, так скажем, изделий, он происходит у одного человека. То есть раскрой, пошив, обработка. Это делает одна швея, и это позволяет более детально относиться к вещи, и, может, подевичь прозвучит с любовью более. Хорошо прозвучало, не подевичь. Да, но минус, наверное, вот этого всего в том, что себестоимости изделий высока, конечно. Вот, мы, в принципе, не позиционируем себя как дешевый бренд, это тоже, опять же, не наша история, тем более кожа такой материал, к которому хочется относиться с уважением, и делать какие-то дешевые вещи, ну, мы к этому не стремимся. Мы все-таки сейчас двигаемся в сторону качества, и рады и горды тем, что у нас каждый, ну, даже не год, скажем, каждый там квартал, ну, появляются какие-то нововведения, которые технически сумку или рюкзак улучшают. Маш, ну, это здорово, что они появляются, и главное, что вы сами, да, вам это самим нравится. Но, другой стороны, есть законы рынка, если это бизнес, то бизнес должен приносить доход, как минимум, да? Конечно, по крайней мере, чтобы не в минус. Во-во-во, вот это ваша история, да, вы с любовью относитесь, да, вручную все делаете, это, естественно, удорожает конечный результат, и находите вы сбыт своей продукции? Да, находим. Есть люди, которые... Сбыт находим, люди есть, более того, несмотря на то, что нас, как бы, можно отнести к какой-то легкой, наверное, промышленности, даже больше, да. Да, хотя тоже масштаб еще и не такой, как там предприятие, но в то же время и не на коленке делаем, то есть уже там, ну, не ремесленничество какое-то. Ну, вы предприятие малого бизнеса, да? Да, вот это про нас, да. Вот, при этом мы, если с другой стороны, это, посмотрите, марка и довольно-таки популярная, вот, это очень приятно, что... То есть у вас есть бренд, да? Да, у нас есть, да, причем про бренд я могу сказать прямо официально заявляю, у нас прямо есть бренд, в какой-то момент мы озаботились оформлении всех бумаг, это очень долгий процесс, вот, в общем, у нас есть официальные... То есть в любом случае, если вы вдруг увидите, да, свой шильдик, да, на какой-то подделке, сразу в суд, и все, и вы выиграете дело. Ну, наверное. Потому что вы официально уже зарегистрировали. Вот, у нас есть бумажки. Да, все. Здесь все по-взрослому. Так, чем заинтересовала вас Ася, когда вы с ней познакомились? Ведь вы встречались, я так понимаю, не в отношении вот того, чем в конечном итоге сейчас занимаетесь, да, у вас? Не совсем, мы как раз-таки встретились, нас познакомили, потому что нужны были, так скажем, ей средства на развитие, а в тот момент у меня была возможность ей помочь. Вот. То есть вы как инвестор, да, к ней подошли? Да, хотя, ну, инвестор этот громко указан, потому что... Нормально, нормально, давайте громко говорить. Лучше тихо, на самом деле. Вот, ну, в тот момент у меня была возможность ей помочь, мы там на какую-то сумму относительно небольшую купили хорошую машинку еще одну, чего-то там мы еще тоже купили, такую вот, по-моему, партию кожи какой-то мы купили, ну, такой, чтобы побольше уже сразу. Вот, и дальше уже все это пошло по нарастающим. Ну, смотри, вы не были знакомы, да, вас познакомили. Познакомили, да. Вы, давайте, тем не менее, вещи называть своими нами. Вы, как инвестор, да, соответственно, вкладываетесь в дело Аси, вы, естественно, какие-то оговариваете, да, условия. Изначально там все было очень на пальцах, как бы так, то есть... По девичьей все. По девичьей, да, все было, но с другой стороны у меня не было какого-то, какой-то цели там дать деньги, получить деньги, как бы, и там, ну, мгновенно обогатиться. Ну, мгновенно, я боюсь произнести, у меня не было цели дать деньги, получить деньги, у меня было дать деньги и забыть про них. Нет, мне просто хотелось, ну, и, с одной стороны, помочь человеку в хорошем деле, потому что, ну, вещи действительно классные. Когда я их увидела первый раз, мне очень это было новое, интересно. То есть вы прониклись прежде всего, да, потому что увидели. Да, конечно, конечно, потому что сейчас, в принципе, очень много там дизайнеров, которые делают из кожи, делают сумки, делают хорошие сумки многие делают, вот. И мы к ним с уважением относимся, но вот года три-четыре назад, конечно, этого всего было гораздо меньше. И, в общем-то... То есть как раз на тот момент, когда вы встретились. Да, да, и поэтому это было, ну, это было хорошо. Это было хорошо. Я даже добавил бы, да, у вас некий такой нюх предпринимательский, когда вы увидели вот это изделие и подумали, что за ним будущее, оно найдет, по крайней мере, да, реализацию, надо вкладываться. Я думаю, еще, конечно, на то вот мое все состояние и настроение тоже наложил какой-то отпечаток пресловутый кризис 2008-го, потому что я... Ну, это три года уже прошло, два года. Прошло год, да, я работала в корпорации на тот момент довольно крупной, все у меня было неплохо там, и была карьерная лестница. Вот, но, как у многих бывает, в какой-то момент я поняла, что это... Это, кстати, интересно, да, как бывает, когда человек вроде бы, да, нормальную работу, имеет зарплату в шоколаде, и вдруг меняет. Вот о этом мы поговорим сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Мария Яслинькова, генеральный директор компании «Ася Мальбертштейн». Говорим мы сегодня о бизнесе на сумках, но еще раз повторяю, наверное, не очень корректно, да, мы не только о сумках будем говорить, а о гораздо более широком ассортименте. Так вот, кстати, Маш, когда появилась идея ассортимент расширить? Так, все это происходило очень последовательно. Сразу скажу, что вот этим продуктом, итогом мы пользуемся сами. И многие вещи появлялись, потому что нам так или иначе хотелось чего-то, не то чтобы носить, но то есть мы понимали, что вот возникла необходимость, и мы можем это реализовать. Вот, и так появлялись какие-то там новые аксессуары, там, бизнес-аксессуары, ну, там, для... Ну, кстати, Маш, вот, может быть, в этом есть какое-то коренное отличие? То есть, большое предприятие, да, вот эти самые... Я поняла, да. Заводы, пароходы, оно заводится, да, на маркетинге, на спросе, вот что... Вот, у нас, да, у нас действительно все шло с другой стороны, то есть мы ориентируемся на себя, и я считаю, что мы вот это вот ощущение не должны терять и сейчас даже, когда у нас объемы выросли гораздо, и уже там новые цели, новые проблемы, естественно. Ну, смотри, ведь получилось так, что вы попали, а ведь вы могли бы не попасть, вы бы сказали, ну, вот, сама, да, мне вот это нужно, какая классная, мне это очень нравится, а никому, кроме меня, не нужно. А никто не говорит, что у нас не было подобных ошибок. Были такие? Конечно, мы... А как вы на них? Мы на них учимся. Просто одно из, наверное, главных правил, которым мы следуем, мы стараемся все делать аккуратно очень. То есть мы, ну, как многие... Аккуратно в буквальном смысле слова? И буквально тоже. Как многие, наверное, начинающие марки, мы нуждались в каких-то дополнительных денежных средствах, мы брали, естественно, кредиты. В банках? В банках, да. Но мы каждый раз, когда нам приходится это делать, каждый раз, когда нам приходится брать кредиты, мы берем какую-то сумму, которая не превышает нашего месячного оборота. Может быть, мы... Да, то есть, например, сейчас вот буквально на днях мы открыли свой первый магазин в Москве, не у ресейлеров, а именно свой. Вот. И мы взяли маленькое помещение, чтобы посмотреть, как вообще все это пойдет, потому что, ну, в большинстве, конечно, случаев продажи наши прямые, они идут через интернет. Это очень хорошо. Вот, но с появлением вот последних двух коллекций, которые существенно выше в стоимости, чем, скажем так, наши классические линии рюкзаков и сумок, мы поняли, что именно в Москве нам требуется какой-то магазин, куда люди могут прийти и посмотреть. Потому что психологически, ну, даже в Москве, наверное, довольно трудно отдать за очень хороший рюкзак, но сумму, которая, там, ну, 500 долларов, например. Вот, предположим так. То есть народ должен все равно прийти, посмотреть, потрогать. Да, да, вот тут сейчас идет речь о том, что, да, популярные и достаточно востребованные, и, в принципе, достаточно уже, наверное, раскрученные интернет-магазины, да, в Российской Федерации не так еще работают, не так стреляют, как, допустим, за рубежом. Потому что ментальность существует некого, да? Ментальность, согласна, у нас же все это гораздо позже возникло, и у нас... То есть именно поэтому, да, потому что мы не успели привыкнуть к этому? Не знаю, вот, мне кажется, тут очень много всего завязано. И наши какие-то... С другой стороны, смотрите, сам говоришь, вот есть сумка, очень хорошая сумка, я пользуюсь формулировкой оригинала, то есть... Да, очень хорошая. Твоей формулировкой, очень хорошая футка, за приличные деньги, да, 500 долларов, это, там, порядка 15 тысяч рублей. И вот я как потребитель, ну, она здоровая, она на картинке такая классная, да, но она прилично стоит, и потом это все-таки сумка, это из кожи, надо только потрогать ее руками, а вдруг где-то шероховатости, где-то неровности, шов какой-то, да, может быть... Посмотреть, какой он там. Высячили, да. Ну, в конечном итоге, я думаю, девочки обязательно прикинет, да, как она будет выглядеть вот с этими туфельками, да, с этой шляпкой, и в результате нужен магазин. Да, раньше мы посылали по адресам ресейлеров, да, но, опять же, история не только наша, но и многих ваших даже гостей, интервью, с которыми я отслушала, рассказывали, жаловались плохое слово, но рассказывали о наценках магазинов и к чему все это ведет, вот, и все мы понимаем, конечно, что аренда в Москве тем более высока, есть там... А у вас магазин, кстати, в отдельном помещении или где-то в торговом центре? У нас не то, что в торговом центре, у нас во флаконе, арт-кластер... Понял. Были они у меня тоже, кстати. Вот, не послушала с ними еще пока интервью, послушаю обязательно. В общем, все равно, так как мы производители, наши расходы очень велики, вот, и они будут повышаться, опять же, с тем, что мы планируем, вот, с тем, что мы хотим ввести еще, с улучшением, с каким-то... И снизить себестоимость у нас не получается, а, ну, повлиять на наценку многих ведущих хороших магазинов Москвы, у них тоже своя история, у нас тоже не получается. Ну, мы можем их попросить, но обычно они... Ну, в данном случае они диктуют, они диктуют. Вот, и поэтому получается, что если мы можем, там, отдать за определенную сумму денег им хорошую вещь, они сделают на нее наценку 150%, цена станет космической, вот, плюс история реализации, так называемого, способа взять, поддержать, продастся хорошо, не продастся, да, вот, все это может быть еще затерто, как-то там в торговом-то зале полежит. Ну, это все не очень здорово, но... Ну, это реалии, это ваши реалии. Да, да. Ведь опять мы возвращаемся к тому же, ваша задача бизнес, вы же как бизнес-вумен, да, ваша задача зарабатывать деньги. Бизнес-вумен. Извини, пожалуйста. Нет, ничего, просто так грозно прозвучало. Грозно. Ваша задача зарабатывать деньги, естественно, понятие рентабельности, понятие, да, из бизнеса это все присутствует. На практике, да, конечно, это очень все плавает. Кстати, сейчас заговорили о валютных рисках, извини. Ох. Да, вот видишь там, что делается на валютном рынке, рубль сейчас, да, девальвации даже сегодня объявили уже. Да ладно. Серьезно. Вот и запиши, пожалуйста. Я запомню, это будет думать в поезде. Да, есть о чем подумать, почитай сегодняшние новости, вот. Естественно, да, ведь, как ты мне рассказывала за эфиром, основные ваши поставщики, да, это ребята из Италии. Это не русские, да, поставщики, и, конечно, тут вот эти вот все ситуации, они влияют, к сожалению. Хотя, мы сейчас очень стараемся все-таки как-то перекинуться, так скажем, на наш русский рынок, и у нас есть уже пара хороших поставщиков материала, да, из России. Вот, 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 резонный вопрос, почему в Италию едете за кожей, боже мой, в России кожи не хватает? Вот, вот, хватает, но она либо не совсем то, что нам надо, точнее, даже не совсем то, что нравится людям, вот. То, что не надо, да? То, что не надо, да. Либо, ну, просто тоже не наша история, кожа хорошая, но она там хорошая, не знаю, там, для диванов или, ну, это вот для других потребителей. А наш продукт, он требует немножко другие качества. И у нас просто нет реальности сейчас тех, кто делает вот подобные, да? У нас есть несколько очень хороших заводов, причем один из них, по-моему, самый крупный в Европе, рязанский, если я не ошибаюсь, чтобы не соврать. И все там очень хорошо, и вот у нас в планах все равно вот как-то тоже посмотреть, что там, потому что представители у этих больших заводов есть и в Петербурге, и, в принципе, в Москве. Но, как показывает правило, что лучше вот как-то к ним ехать прям так. А ехать времени хватает, в Рязани, знаете, так просто не съездишь. Ну, в Италию, конечно, лучше съездить. В Италию ездить, ездим мы не ездим в Италию, да, мы работаем, работаем, никуда не ездим. То есть у вас есть специально обученный человек? У нас есть, да, у нас есть очень хороший поставщик, который этим занимается плотно, давно и... А, то есть он сам из Италии сюда ездит? Да, да. А из Рязани желающих пока не нашлось? Да, в Рязани там, наверное, все заняты очень сильно. Ну, бог с ним, я думаю, что это все наладится, но, тем не менее, важно, уровень того, что делается в Рязани и того, что делается в Италии, он сопоставим, чтобы вы перешли, да, на отечественную продукцию? Да, да, вот я, честно, горда за многих наших производителей, и вот буквально там пару дней назад я читала какой-то обзор как раз этого Рязанского завода. То есть я могу об этом говорить, потому что мы не являемся еще их клиентами, поэтому это не реклама. Нет, это наоборот, мы же горды с тобой, да, у нас есть достойные производители, и все это, ну, возрождается, это очень здорово, тем более, но регионы... Конечно, конечно, конечно. Вот, это не Москва, не Петербург, и то, что там что-то такое делается, это очень круто. Ну, и потом, еще раз я хочу подчеркнуть, да, валютный риск, если ты работаешь с отечественным производителем, он снимается, потому что здесь рубли, здесь рубли, а не евро. Ну, вот, к сожалению, кроме кожи, еще есть ткани, есть фурнитура, и очень много вещей, на которых мы завязаны, и, к сожалению... И могу предположить, откуда вы их везете, из Китая, наверняка. Вы знаете, вот, мы тоже в постоянном поиске, потому что Китай, Китай рознь, вот, и есть очень хороший Китай, но, опять же, туда нужно ездить, и у Аси был даже личный опыт пару лет назад, это, конечно, была очень веселая история, как она там на китайских автобусах с крестьянами, ну, короче, которые, конечно же, не говорят на английском и на русском, тем более, да, в общем, это, да, это очень долго можно вспоминать. Ну, такие китайцы, они по-русски разговаривают уже давно. Вот, и плюс еще, конечно, такая сложность, как пересылка, растаможка вот этих всех вот материалов, это... То есть, опять это в конечном, да, на ценничке это будет? Конечно, да, плюс это время, и, к сожалению, даже, ну, иногда нельзя предугадать, сколько это займет время, говорят, полгода, например, а вот полгода прошло, да, оно еще где-то далеко, и когда там все это произойдет, непонятно, а хочется, ну, завтра, вот, поэтому... Специфика российского бизнеса. Поэтому мы вот ищем и будем искать еще в России, если какие-то вдруг есть прекрасные производители фурнитуры, которых мы еще не знаем, да, пожалуйста, отзовитесь. Отзовитесь, да, мы будем вообще безумно рады вам. Ну, дай бог, дай бог, они нас слушают и наверняка отзовутся. Давай вернем к ассортименту. Давайте. Я вначале говорил, что бизнес на сумках, но мы же не только сумками, а изначально не просто сумка, а рюкзаками. Вообще-то, рюкзак наш. Это ваше фирменное изделие, это рюкзак. А почему именно так? Это, наверное, опять кассе вопрос. Это вопрос кассе, но это очень универсальная вещь, вот, и сейчас она, так сказать, в тренде уже не первый год, хотя самое интересное, что как раз-таки вот год 3-4 назад это было еще очень ново, и многие барышни, особенно, они, ну, на рюкзаки смотрели довольно... Странновато это, да? Странновато, да, потому что, ну, по восприятию это была четко там мужская, например, вещь, или там только для поездок, ну, потому что это большое что-то такое. Это рюкзак. Да, это рюкзак. Вот, но сейчас все проще, и все понимают, насколько это удобно, вот. И модно, да, что немаловажно. Да, да, а для нас это именно такая вот основная единица нашего гардероба, мы сами с удовольствием наши вещи носим, пользуемся, и на практике выясняем, что туда надо еще, или от чего мы можем там отказаться. Да, от чего не хватает, или можно, да, на чем сэкономить, конечно. Ну, да, сэкономить, конечно. Ну, не сэкономить, что лишнее, что лишнее, показалось лишнее, потому что действительно слишком много, да, аксессуаров на одной вещи тоже, да, или там слишком много... Ну, мы за лаконичность все-таки больше, да. Наша основная линия, это очень лаконичная, если вот те, кто знают, или кому будет интересно, мы добро пожаловать на наш сайт, у нас там все прекрасно представлено. Сейчас поговорим, кстати, о ваших основной, не основной линии, но сейчас время новостей, слушаем новости на Финам.фм, а потом продолжаем наш эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес на сумках, тема сегодняшнего бизнес-класса. У меня в гостях Мария Яслинькова, генеральный директор компании Ася Мальбернштейн. Маш, сразу же вопрос, вопрос, мы говорим о моде, мы говорим о трендах, и тем не менее, насколько я знаю, я готовился к эфиру, у вас ни одного показа мод не было, вы не участвуете в модных коллекциях, вы как-то живете особняком. Живем особняком, нам так хорошо и нравится, и, ну... Ну, мода это нечто массовое, все-таки согласись. Да, я согласна, просто, ну, пусть никто не обижается из-за вот этой среды, как раз люди, которые любят участвовать в показах, представляют свои марки, опять же, не в обиду нашим неделям моды, которые... Ну ладно, не деликатничали уже, боже мой. Ну, я не могу не деликатничать, ну, да, как-то хочется, чтобы все равно все были рады, счастливы. Нас приглашали неоднократно, но мы не совсем пока видим какой-то, не знаю, там, пользу для себя в этом всем. Ну, реклама, как минимум. Ну, нам и так неплохо. У нас есть, ну, скажем так, другие, ну, какие-то источники, да, 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 где мы можем себя хорошо показать. Плюс, вообще, показы недели моды, они в основном должны рассчитываться как-то так на байеров. Если мы берем, ну, Европу и какие-то там другие страны, Америку, наверное, тоже. Байеры, это что такое? Люди, которые отсматривают коллекции и выбирают что-либо достойное для их магазинов или, ну, других каких-то точек продаж. Вот. У нас, опять же, это мое мнение, только... Сколько вы продаете сами, да? Да, мы продаем сами. Нет, мы будем рады прекрасным байерам откуда-нибудь, заморским каким-нибудь байерам, будем рады. Вот. Но контингент, скажем так, вот петербургских особенно, вот недель некоторых, ну, он не байерский, скажем так, далеко. То есть это хорошая такая тусовка, где весело, ну, что-то так показать, нам это неинтересно, да, то есть там... То есть задачи другие там какие-то, да? Да, да. Вот. То есть, ну, в Москве, как бы, я думаю, сейчас тут другая уже история, но все-таки мы в Петербурге, и наша база там. И вот это вот время мы все-таки предпочитаем тратить именно, ну, какие-то там свои решения. То есть нам интереснее что-то придумать новое у себя, там, запустить какую-нибудь сумку новую или еще что-нибудь, вот. А показ, ну, пусть там показывают, вот, без нас. Как-то так. Ну, это нормально. Вернемся к ассортименту. Да. Как я, да, не дам тебе возможность похвалиться, чем, кроме рюкзаков? Рюкзак это уже, я так понимаю, основное изделие. Да, да, да. У нас большой ассортимент, на самом деле, если посмотреть вот в каталог, у нас там прям больше десять. По-моему, уже вариантов наших продуктов, так сказать. У нас есть и маленькие сумки, и большие сумки. У нас не так давно появились так называемые бандажи, сбруи. Это смесь даже такого украшения, с одной стороны, из кожи, и такого аксессуара не совсем понятно во всем. Но это очень красиво и безумно здорово смотрится на одежде, на девушках. Вообще название такое, из бруи особенно. Да. Ну, вот это надо смотреть, опять же. Это такое, ну, на слух хуже, чем на вид. Вот, в общем, очень интересные штуки. Но это все тоже тренды, это все тоже тенденции? Это как раз то, что было навеяно, вот, что бы нам хотелось сейчас. То есть это ваши идеи? Это наши. Я знаю, что это, естественно, не только мы делаем. Я думаю, если копнуть, можно даже найти какие-то там одинаковые, схожие штуки. Вот, но мы делаем то, что нам нравится. То есть мы реально сделали вот это, потому что это нам нравится. Мы сами это носим. Ну, сейчас. Я понимаю, говорит само за себя. Да, вот так. Кстати, по поводу копнуть. Ну, я надеюсь, ты будешь откровенна, искренне. Вот эти новые вещи, да, которые у вас появляются, все-таки это плод вашего воображения? Да. Или вы копнули сначала, посмотрели, а потом говорите, вот, классно, давай-ка мы немножко вот здесь подкорректируем. Сейчас могу, да, сразу историю рассказать. Я когда ехал сейчас в Москву, со мной пытался разговаривать мужчина и... Ну, не разговаривать, наверное, познакомиться. Ну, он разговаривал, да. Вот, а так как я в этот момент говорил по телефону по делам, ну, и было примерно понятно, о чем речь, то на его вопрос, а чем вы занимаетесь, я ему сказала, чем я занимаюсь. Делаю с брулью. Да, да, ну, примерно так. И он предположил, совершенно откровенно, серьезно сказал, вы, наверное, сумки Гуччи берете, распарываете их и там шьете уже. Вот, вот, вот. И скушен, видимо, уже. Да, он в курсе, видимо, так. Вот, ну, честно, я с Гуччи никогда бы так не поступила, потому что... Ну, и накладно, накладно было бы, да? Ну, да, ну, мы так не делаем, честно. Вот, естественно, сейчас... Ну, идеи, тем не менее, какие-то. Смотрите, вокруг сейчас столько всего, очень много всякой информации, мы видим, что делает Запад, что происходит на Востоке тоже, мы видим, интернет показывает нам все новые коллекции, новые вещи, то есть информации очень много, и от этого никуда не деться. Вот, вот, я подумал, что даже хотелось бы, да, закрыться от нее, чтобы в собственном соку вариться. Мы и так, видите, на показы не ходим, а тут еще придется, не знаю, совсем себя как-то там ограничить. Да, в газетах тоже все это есть. И, естественно, нельзя отрицать, что мы, какие-то наши идеи, они не навеяны общими трендами. Вот, потому что, если мир там радуется вот, вот, не знаю, там, по белому, например, цвету в этом сезоне, то так или иначе, это все равно накладывает какой-то на нас отпечаток. Но, опять же, я вам могу сказать, мы никогда не будем делать то, что нам не нравится, даже если это коммерчески будет супер-мега выгодно. Точнее, опять же, зарекаться не хочется. Я надеюсь, что мы никогда не будем в том положении, когда нам придется делать что-то такое, что нам будет выгодно коммерчески, но что будет нам претить самим. Вот так вот. В данном случае коммерческая задача не на первом месте стоит, я правильно понимаю? Нет, никогда коммерческая задача у нас не стоит на первом месте. Но, опять же, так как Ася человек очень творческий и она обладает прекрасным талантом, замечательным и видением вещей, я все равно, я более приземленный, так скажем, человек, так как я занимаюсь финансовой составляющей вот этого всего дела. Я все равно должна более четко смотреть и реально. И я это делаю, естественно. И какие-то моменты нам все равно приходится как бы осекать, где-то мы ругаемся, но это неизбежно. Очевидно, очевидно. Человек творческий, он в конечном итоге не способен зарабатывать деньги, вот так вот банально, что называется, подводить дебет с кредитом. Потому что он все время где-то витает в облаках, у него какие-то идейки, а ты для этого, наверное, и существуешь, чтобы его на землю говорить, Ася, вот это не пойдет, это не продастся, это стоит слишком дорого, мы не сможем реализовать. Тогда это будет бизнес, а не... Мы все равно приходим к какому-то консенсусу, и я тоже вот за эти годы наши с ней работаю, я поняла, что мне тоже все равно надо ей как-то доверять. Вот. И иногда, мне кажется, какие-то ее идеи действительно какими-то сумасшедшими, и я понимаю, что, боженьки мои, что же это такое? Вот, вот. Типа, что за ерунда? А ты не говоришь откровенно об этом? Да, да. Ну, она... Мы очень хорошо, скажем так, уже друг друга знаем, и мы уже что-то вроде родственников, я даже не знаю, как это сказать. Она мне как брат. Нормально. Нормально услышать это, да, девушки, по-фиге Марии. Ася, мне как брат. Маша, скажи, пожалуйста, ну, Ася, понятно, человек творческий, у нее архитектурный институт, да, у нее там... Архитектурное бюро, да. Да, дизайнерский бизнес. А у тебя какое образование? У меня? Да. У меня первое мое образование, я инженер. С гордостью сейчас, кстати, в гордость, сказала моя. У меня прекрасное техническое образование, да, я тарабанила шесть лет в Лути, вот, да, потому что, если уж совсем быть откровенными, инженер во мне умер где-то в курсе на третьем, вот, но я все равно решила довести до конца, и шесть лет я там отучилась. Это мне дало очень хорошую, на самом деле, все-таки базу. Извините, мне показалось, ты вот так рассказываешь с гордостью, ну, я думаю, что это по делу, и показываешь себе вот на левую сторону, вот это медаль об окончании института. Сейчас достану, да, из рюкзака. А этот ордер, да, ордер. А, да-да-да, и выпил, сама себе нарисовала. Так, а второе? Второе, вот, второе образование, такая некая дыра, да, потому что оно получилось незаконченное, и, ну, я сознательно его не заканчиваю, это было как раз экономически. Так как я, ну, у нас второе образование, оно платное, я не знаю, кстати, что сейчас, да, второе выше, да, первое было бесплатное, второе платное, и так как я уже сама отдавала деньги за свое образование, свои, мне было, ну, очень хотелось, чтобы оно соответствовало. Этим деньгам, как минимум. Да, да, и каким-то моим, может, ожиданиям, вот, но этого, к сожалению, не произошло, и, в общем, я сделала паузу в своих образованиях. Сколько ты там продержался? Полтора года. Полтора года. Ну, для того, чтобы вообще понимать, да? Я ее прекрасно понимаю и без дипломов, поверьте. Больше, больше, ну, как видели, да, в ее творческих каких-то поворотах неожиданных, ты уже, зная историю искусств, можешь... Я просто могу сказать, что я с детства была в этой сфере и в этой среде, мои родители были художники, и, скажем так, это вот, это общество, и это понимание каких-то там вещей немножко нестандартными умами и методами, да, оно мне близко, но все-таки мое, вот, у меня более технический, наверное, ум какой-то более... То, что ты пошла в инженерию сначала, это родители потребовали? Нет, 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 мои родители мне доверяли, и у меня просто было все хорошо с математикой, с информатикой. Извини, пожалуйста, я просто вспоминаю свою молодость, фраза примерно так звучала. Заставили? Да, примерно так, ну, куда ты идешь, возьми, вот, пойди в институт, там, куда-то, допустим, политический, нормальную профессию получишь, а куда ты идешь, это вот... Ну, вот, если уж вспоминать так совсем, это было такое время интересное, это был конец 90-х, начало 2000-х, и там вообще все было вот непонятно совершенно. Было непонятно, что будет, и что с этой профессией делать. Что будет востребовано, совершенно верно. Да, 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 тогда как раз началась волна вот менеджеров, юристов, экономистов, да, 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 это было популярно, шли учиться все. Вот, надеюсь, у них хорошо сейчас. Да, все сложилось. Да. Кстати, смотри, в Питере, да, у вас штаб-квартира, хорошее слово. У нас мануфактура, у нас мануфактура, да, потому что мы вот буквально недавно взяли новую площадь, мы расширяемся, расширяемся, и, по-моему... А мануфактура, я, извини, уж не силен. Фабрика. Буквально, да, то есть, наверное, корн-то латинский, там, или тоже немецкий, скорее всего, есть. Ну, фабрика такая у нас, у нас в центре Петербурга, у нас свое производство. Ну, мне кажется, что, как, наверное, люди нам говорят, что таких производств мало в городе у нас, потому что, опять же, это уже вышло за пределы такой небольшой мастерской по площади и наполнению, и техническому оснащению. То есть это уже не ремесловно в таком, да? Да, да, но при этом еще вот именно вот фабрикой, заводом это назвать, да, и не хочется, и, надеюсь, это все будет... Ну, насколько я знаю, отличительная черта, да, то, что это уже не кустарное производство, это конвейер должен быть какой-то. Вот может быть какой-то конвейер. Тоже вот как-то плохо звучит. Опять, один человек карман левый шьет, другой человек правый, третий... Да, 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 вот это вот разделение, да, труда, вот не наша тема. То есть мы, да, я вот каждый, каждый практически день думаю, как же нам снизить там себестоимость, как нам снизить себестоимость. Конечно. Но это как раз та штука, которую вот мы не будем трогать. Мы хотим, чтобы было так. То есть смотри, ты задаешь себе вопрос, да, резонный, как снизить себестоимость, и вот у тебя ответ на него, ну, или один из... Раздели труд. Да, да, да. И ты говоришь, нет, я не пойду. Нет, не пойду, потому что есть все равно в тех вещах, которые мы делаем, есть какая-то магия. Опять же, по-девичьей, возможно, звучит, но нам очень нравится то, что мы делаем. И так же, как мы не позиционируемся как дешевый бренд, и наши сумки все равно штучные, более-менее. Мы хотим, чтобы они носились годами, и люди их любили и хотели. То вот, не знаю, на конвейерные нет, нет. Хотя мне сейчас многие говорят, может быть, вам запустить какую-то более дешевую линию, там, подешевле, еще что-то. Сейчас поговорим об этом. Уважаемые слушатели, мы прервемся. У нас новости на Финам.ФМ, и после новостей продолжим эфир. Итак, друзья, мы вновь в эфире, в эфире бизнес-класса на Финам.ФМ. В гостях сегодня Мария Слинькова, генеральный директор компании Ася Мальбернштейн. Мы говорим о бизнесе, как всегда мы говорим о бизнесе. Маш, вот какой вопрос. Ну, все, что ты говорил, я с тобой абсолютно согласен. Хотя это выглядит несколько нематериально, может быть, да. Но вот личное участие, да, вот это, как бы, свое личное отношение, любовь. Любовь. Да, да, любовь – хорошее слово, я не возражаю. И, тем не менее, есть другая сторона медали, мне кажется. Потому что у одного получится, а у другого нет. И личное отношение одного я вижу по идеально там каким-то выверенным пропорциям, да, и в исполнению, а другой раз стежочек тут что-то здесь отвалилось. Здесь не получилось. Не получилось. То есть вопрос, да, вопрос о том, что люди-то должны быть профессионалами. А где их взять? Это наша большая проблема, как и многих, проблемы кадров. Существует, по-моему, во всех сферах не только производства, а всего. Люди очень разные, и найти, ну, действительно, профессионала очень тяжело. Причем, опять же, вот, пусть петербуржцы и Петербург, мой любимый город, на меня не обижаются, но вот все равно чувствуется в людях иногда какая-то медленность. Иногда вот договоришься с человеком, вот пять раз он тебе позвонит, а потом раз и не придет. То есть вы договорились уже? Да, и если бы это было единичное, я бы об этом не говорила, но это вот просто в половине случаев происходит. Это такая черта жителей Санкт-Петербурга? Я не знаю, но вот как бы тут я с этим не сталкивалась. Может, опять же, это пока. Нет, ну, просто какая-то замедленность, она есть. Но это ладно, ладно-то не пришли. А иногда, ну, мы же все-таки профильно там ищем, например, швей, да, там работа с кожей, например, в резюме у человека присутствует. Причем там большой опыт работы с кожей, например. И когда узнают, что нужно делать там в сумке, причем, сразу скажу, у нас структура и конструкторская составляющая, она не самая сложная, которая может быть. То есть все довольно... Ты имеешь в виду самой сумки, да, конструкции? Да, 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 то есть с точки зрения работы швей, ну, это не самый там... Высший пилотаж. Да, 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 ну, как бы нет, есть высший пилотаж, тоже не хочу там убежать наших прекрасных швей. Ну, в любом случае, человек, который приходит на работу, вы же ему не найдете сразу, да? Конечно, мы даем что-то простое, но оказывается, что он 20 лет шил чехлы для телефонов, и вот сделать какой-то шаг как бы в плюс, и, ну, мастерство свое, да, там, вот, не хочется. Вот, как бы, вот... Несмотря на то, что и условия ему могли бы подходить, да? То есть я считаю, что у нас в городе, ну, для нашего города у нас довольно высокая зарплата для швей, мы этим гордимся, и, опять же, себестоимость за счет этого мы тоже снижать никогда не будем. То есть это вот наша такая планка, и, опять же, я надеюсь, что мы никогда не будем в той ситуации, когда нам придется это сделать. Вот. Это первично, да, то есть оплата труда людей, которые у нас работают, это ответственность, и это... Ну, это нормально, и, тем не менее, у меня вот сразу два вопроса. Ну, первое, я недоумеваю, конечно, да, эти люди, вот такие люди, которые к тебе приходят, тем более, это не единичный случай, ты говоришь, да, их много, вот они чем руководствуют? Я не знаю, но я слышала что-то вроде анекдота, или, я даже не знаю, поговорки какой-то петербургской, что очень многие дела у петербуржцев решаются с делами уже вот на фазе, как бы, придумки на фазе проекта. То есть вот придумал, вот я вот эту вот систему там придумал что-то, делал какой-то стартап еще, придумал стартап, ну, в принципе, и все. Потом можно его обсудить еще со всеми, где-нибудь в блоге выложить. То есть, в принципе, делать уже не надо ничего, да? А делать-то и не надо, уже как бы все как-то, и надоело уже. Надоело, или, по крайней мере, я сам в своих глазах уже, да, вот... Уже добился, да, уже вымпел себе, нарисовал там, да, и в отпуск съездил, да, и больше ничего не надо. Вот, поэтому если вдруг нас сейчас слушают какие-то прекрасные швеи, или люди, которые хотят научиться, вот мы, кстати, стали принимать людей, которые готовы учиться. А кто их будет учить? Мы. У нас есть уже люди, которые работают с нами несколько лет, и, ну, то есть, рано или поздно мы даем человеку дополнительные такие обязанности, как вот обучение. За дополнительные деньги? Это оговаривается, естественно. То есть, в любом случае, время оплачивается. Вот. Молодника, так сказать. Вот, то есть, мы готовы реально учить, чтобы, ну, вот, главное, чтобы не ленились. Вот так. То есть, да, можно говорить о том, что у вас еще и... Кузница кадров. Да, да, совершенно верно. Некий учебный центр организован. Да, да, и поэтому, конечно, очень, знаете, очень все равно с подозрением относимся, когда к нам, ну, желают прийти девочки работать швеями, которые отучились в чем-то, связанном с дизайном, и в планах у них что-то, связанное с дизайном, конечно, какой-то страх есть такой же. Вот, сейчас мы отучим, сейчас мы время потратим, вот, с Машенькой посадим, потом она уйдет, и будут такие же рюкзаки, как у нас. Ну, потому что, да, если человек говорит, что я мечтаю стать дизайнером, это что-то такое возвышенное, это что-то запредельное. Это не то, что, да, сел за машинку. Конечно, это все равно другое. То есть, например, Ася у нас не шьет сейчас, и я не шью. Ну, в том плане, что не царское это дело. Нет, не в этом плане, в том плане, в том плане, что каждый должен заниматься тем, что у него хорошо получается. Вот, у нас есть прекрасные специалисты, наши замечательные швеи, которые очень круто шьют, и у нас никогда так не получится. Они профессионалы своего дела, у них это здорово выходит. А у нас нет. Мы будем вот другое что-нибудь делать. Да нет, ну это правильно, на самом деле. Хотя я, извини уж, конечно, готов повториться. Ну, повториться. Кто-то лучше шьет левый карман, а кто-то правый, Маша. Нет, это совсем разделение на молекулы. Это вот не то. Это не к нам. Смотри, есть какой вопрос у меня. Ну, то, что вы, в конечном итоге, оказались в Москве, да, и открыли даже здесь свой магазин, ты об этом рассказала. И, наверное, это логично. Это логично с многих точек зрения, ну, логично с точки зрения бизнеса, прежде всего. А, в принципе, вы посматриваете на какие-то регионы, да, ближайшие к Питеру? Вот мы всегда посмотрим на регионы, и так сразу в рамках регионов могу сказать, что на прошлой неделе нас запустил прекрасный английский сайт Ботика. Ну, вот это же... Дорого, это регион. Это же регион, да, получается. Английский регион. Английский регион, не в Петербурге, значит, и не в Москве регион, получается. Вот, Ботика волшебная такая платформа для... интернет-платформа для продажи аксессуаров и украшений. Насколько я сейчас знаю, это, по-моему, третий в Европе сайт подобного плана. Первый там Асос и еще что-то такое. По уровню ты имеешь в виду, да? По популярности. Вот, и поэтому мы этим очень горды. У нас там представлена одна из наших линий, это панк, так называемая. Довольно дорогая линия из очень красивых кож. Вот мы сейчас будем смотреть, как там пойдет. Это здорово. Тем не менее, это английский регион. А что касается наших регионов, у нас есть несколько магазинов, опять же, не наших, в Перми, в Новосибирске, еще в нескольких городах, в Якутске есть. И мы всегда открыты к новым предложениям. Ну, тут, опять же, нужно смотреть на то, что есть Москва со своей покупательной способностью. Вот я к этому тоже. Регион всегда это... Но, опять же, не надо забывать о том, что даже в регионах есть люди, которые интересуются таким продуктом, которые хотят, ну, как-то тоже... Ну, что уж тут скрывать, заведомо, где-нибудь там вдали, там есть Дольче Габбана. Да. Классная. Где-то вдали. Да. А здесь есть... Вот, и ей дадут предпочтение, да. А уже потом когда-нибудь там, ну, вот, а русские дизайнеры, ну, может быть, может быть. Но сейчас все больше все равно к этому приходит, интерес есть. И мы вот, например, через пару недель едем в Казань, посмотрим, как там вообще, что там, как. Как там люди живут. Как там люди, да, живут. Ну, я думаю, что там хорошо люди живут, очень на это надеюсь. Ну, Казань не бедный регион, да, не бедный город. Казань прекрасный, да, город. Он вообще, по-моему, сейчас считается, ну, так его называют, там, третьей столицей. По-моему, наряду с Нижним Новгородом, там, что-то они борются за это третье место. Вот, вот, и хороший исторический город, я думаю, очень красивый. Ну, смотри, вы приехали туда, посмотрели, как люди живут, да, там, пообщались с кем-то. А потом пошли в какие-то, ну, наверное, крупные магазины. Обычно сейчас сами какие-то крупные магазины к нам приходят, обращаются. Вот, и в этом плане как раз какие-то вот такие выездные мероприятия. У нас там просто будет маркет, мы будем в маркете участвовать, который устраивает одна очень большая московская сеть, можно так сказать. Вот, и мы как раз посмотрим, и на покупательность способствует население, еще что-то. Это, в принципе, хороший инструмент, потому что иногда запросы есть от магазинов каких-то, которые, ну, а мы не знаем этот город, мы не понимаем, что там, как там. А вот такие вещи помогают нам понять и посмотреть, то есть действительно люди могут. Ну, с другой стороны, магазин, если делает запрос, он, наверное, как-то уже ситуацию провентилировал. К сожалению, нет, не всегда, не всегда, да. Многие начинают, многие там тоже взяли кредит, там, ремонт сделали, там, табуретки заказали. Давай-ка мы еще возьмем. Да, 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 вот, и хотят что-то там модное, хотят интересное, а вот как таковой структуры там еще нет, ну, либо нам так кажется. Вот, они думают, что они все знают. Вот, вот, ну, мы работаем сейчас в основном только на выкуп. Вот, естественно, у нас есть там оптовый прайс для ребят таких. Для некоторых мы делаем какие-то скидки дополнительные, для кого-то особо страждущих мы можем вообще сделать какие-то отдельные, там, категории, там, товаров, потому что, ну, например, там, год три назад Ася вообще наставил, у нас будет только черный, у нас будет только коричневый. А потом раз нам захотелось самим цвета вдруг. Вам самим или кто-то попросил вас? Нам самим захотелось, не просили нас и до этого. Вот, и мы поняли, что... Вот это только беленькую, да, или это только синенькую? Да, там есть. Сделайте. Да, но опять же нельзя забывать, что кожа такой продукт, вот иногда хочется беленькую и синенькую, а нету. Но не сделаешь, да? Нету беленькую и синенькую, да, и вот черненькую есть. С перламутром, да, ну, таком мы не делаем. Но сейчас вот каким-то своим старым партнером, давнишним, естественно, мы прислушаемся, и мы понимаем, что, ну, ребята тоже там второй, там, третий год и далее на рынке, они уже знают своего потребителя. И вот, и так как они платят... Вот именно, да, что немаловажно. То, естественно, да, то есть нам тут капризничать-то особо не приходится. Ну, то есть, конечно, вы все-таки прислушиваете, да? К рынку-то. Но опять же, я повторяю то, что я уже сказала, мы никогда не будем делать то, что вот нам не нравится, что нам претит. Резать Гуччи мы не будем. Ну, я надеюсь, если кто-то, да, из компании Гуччи нас слышит, он вздохнул. Надеюсь, да. Облегченно вздохнул. Вот. Да, вандализма никакого не ожидается. Никакого не ожидается. Маш, ну, совсем мало времени, минутка, два слова буквально скажи, что ты по нашим слушателям, да, порекомендовала бы. Я рекомендую слушателям, тем, кто хочет начать свое дело вот в этом вот ключе, да и в любом другом ключе, если вы что-то начинаете делать, пожалуйста, делайте это хорошо. Вот. Не делайте это посредственно, потому что лучше тогда не делать вообще. Ну, конечно, конечно. И если позволишь, я твои слова добавлю. И любите, наверное, да, все, что вы делаете. Да, обязательно. Любить свое детище, это одно из главных составляющих. Как это нематериально звучит, но без этого ничего хорошего. Да, по крайней мере, гармонии точно не будет. А когда есть вот такое понимание, есть гармония, все будет классно, все будет хорошо. Спасибо тебе за оптимизм, Марш, спасибо огромное, что нашла время приехать из Питера в Москву, хотя, надо сказать, что не специально на наш эфир. Ну, как будто бы специально. Мария Слинькова в студии, генеральный директор компании Аси Мальберштейн. Мы сегодня говорили о бизнесе, ну, в общем, о бизнесе. Спасибо. Спасибо тебе, Маша. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.